В процессе создания эндоскелета ему сломало пальцы. Сегодня будем это исправлять, а также заниматься его модернизацией. Всем привет и как ни странно вы находитесь у меня на канале. Мы начинаем. Сегодня мы будем исправлять не только пальцы, а еще и две проблемы, которые тоже требуют решения. То есть возвращаем ту самую тактику, которая у меня была год назад. Я ее назвал один в три. Это значит, что в одном видео мы исправляем три проблемы. Ну так вот, какие у нас исправления на сегодня? Первое понятное дело это пальцы. Они в плачевном состоянии и их нужно исправить. Сделать так, чтобы они практически не ломались. Второе это исправить механизм поворота глаз. Сейчас за поворот глаз у нас отвечает один сервопривод. Он довольно плохо справляется со своей задачей. Поэтому на каждый глаз нужно выделить по одному сервоприводу. Я думаю в принципе с этим мы также справимся. Третья задача это подключить к центральному процессору сервопривод, отвечающий за поворот головы. Из всех трех это самая легкая задача, поэтому с ней мы тоже справимся. В общем-то не забывайте подписываться на канал, ну а мы приступаем к работе. Первым делом откручиваем шурупы, которые закрепляют пальцы. Следующим этапом очищаем металлические фаланги от ненужного мусора. Воспользуемся вот таким ручным сверлом. В середине каждой фаланги просверливаем по одному отверстию. Из пластика вырезаем вот такие полоски и покрываем их серой изолентой. Используя проволоку прикрепляем эти полоски к фалангам каждого пальца. Финальным этапом закрепляем пальцы на ладони. Готово. Возможно вам могло показаться, что я сделал это очень быстро. Но к сожалению нет. Это довольно кропотливая работа и на нее ушло довольно большое количество времени. Все то же самое повторяем с пальцами второй руки. КОНЕЦ КОНЕЦ Займемся второй проблемой. Каждый глаз нужно оснастить сервоприводом. Как я уже сказал ранее, мы делаем это потому, что один сервопривод все же не справляется со своей задачей. Отсоединяем старый механизм. Вместе с механизмом отсоединяем и глаза. Как можно заметить, они довольно в плохом состоянии. Поэтому убираем остатки старого механизма и заменяем изоленту. Вот так получше. К глазу прикрепляем сервопривод. Из металлической полоски делаем насадку на сервопривод. Она позволит закрепить глаз на своем посадочном месте. Эти действия повторяем, но только уже со вторым глазом. Закрепляем первый глаз на своем месте. Следом за ним идет второй. Подключаем сервоприводы к центральному процессору, который мы сделали на базе Ардуино в прошлом видео. Кстати, есть зрители, которые выразили свое недовольство, что я пользуюсь макетной платой, а не припаиваю все при помощи паяльника. Аргументы были таковы, что при использовании макетной платы соединения не очень крепкие, а именно вообще не крепкие. Это, конечно, все правильно и верно, но я этого не делаю по одной простой причине. Хоть мы и сделали центральный процессор в прошлом видео, он все еще находится в стадии доработки. То есть он выполняет свои базовые функции, но я периодически завожу в него новые. И вот при помощи макетной платы это делается все намного быстрее и проще. Понятное дело, в конце концов, я все крепко припаяю. Ну а мы все же подключаем сервоприводы. Готово и все отлично работает. Правда, один глаз вылетает со своей орбиты. Но ничего страшного, это все исправится после того, как мы поставим на место нижнее века. Эту проблему мы также решили. Переходим к финальной. Ну а перед тем, как продолжить решать проблемы, связанные с эндоскелетом, я бы попросил подписаться на мой канал. Без подписки меня смотрят 84% зрителей. Это очень много, поэтому подписывайтесь, делайте эту цифру меньше, число подписок больше, так чтобы мой канал рос и процветал. Также не забывайте про мой телеграм-канал. Там выходит информация по проектам, в том числе и по эндоскелету. И так, чисто по приколу, можете оформить спонсорскую подписку. Для того, чтобы поддержать мои все проекты. Третьим пунктом мы приведем механизм поворота головы в рабочее состояние. Напомню, что за поворот головы у нас отвечает вот такой сервопривод. Напомню, что он на порядок мощнее, нежели те, которые мы использовали для лицевого механизма. Помещаем его в шею и прикручиваем шурупами. Субтитры сделал DimaTorzok Готово. И теперь насаживаем голову на сервопривод. И его подсоединяем к макетной плате. Также немного коряво, но это из-за того, что сервопривод не прикреплен к голове шурупом. Этого я пока что не делаю, потому что в следующих видео еще собираюсь работать с головой. Но по факту эти три проблемы решены. Наверное, уже можно было заканчивать видео, но нет. У меня есть небольшая просьба к своим зрителям. Напишите название аниматроников, роботов или дроидов, которые вы знаете. Неважно, откуда вы будете их брать. Можно из книг, сериалов или фильмов, а также из игр. Если из того списка, который вы напишите в комментариях, мне понравится какой-нибудь робот, то я воплощу его в реальной жизни. Вот такая небольшая просьба. Ну, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как ни странно, вы были на моем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok